холостая тренировка это отработка технических элементов с оружием без патронов вообще стрельбу можно разделить на два этапа первое подготовительные действия это все что не связано с самим выстрелом перемещение выведение оружия на линию глаз мишени обработка спуска и так далее второе спуск курка или ударника это дожатие спускового крючка в этом видео я озвучу и покажу основные моменты холостой тренировки остальные тонкости и нюансы читайте в статье приступим к самой тренировки что отрабатывать первое выведение от груди это основное базовое упражнение первая задача в контроль пальца пистолет у груди палец вне спусковой скобы вторая задача наведение на мишень палец кладем на спуск и выжимаем свободный ход выведение осуществляется по кратчайшей траектории из школьного курса геометрии известно что кратчайшая траектория между двумя точками это прямая в конечной точке осуществляем контроль прицельных приспособлений и дожимаем спуск то есть делаем имитацию дожатия спуска ошибкой будет являться игра в боулинг и рыбалка соответственно закидывание пистолета через верх и поднесение пистолета снизу мишени эти манипуляции небезопасны и увеличивают время выполнения оружие должно быть строго параллельно земле и направлено в сторону мишени всегда второе извлечение скобуры и выстрел все как по учебнику крючина сильная рука ложится на рукоятку пистолетом слабая в район живота далее извлечение пистолета и формирование хвата у груди в этот момент пистолет уже строго параллельно земле направлен в сторону нужной нам мишени палец у не спусковой скобы а далее все как в пункте выведения от груди за исключением курок необходимо выжимать заранее на сингл экшен пистолетах снять с предохранителя и выбрать свободный ход и в конечной фазе также проконтролировать ровную мушку и дожать обращая внимание дожать курок ну и школьный курс не нужно забывать время прямо пропорциональное расстояние а кратчайшее расстояние между двумя точками это прямая посмотрите в замедленном режиме как делают первый выстрел топовые стрелки и вопросы отпадут сами собой голове должны быть только ключевые моменты это молниеносное извлечение скобуры выжимание окурка контроль ровные мушки и дожатие окурка все третье перенос перенос бывает двух видов обычный когда мишени расположены рядом и широкий когда мишени находится под углом 90 и более градусов относительно друг друга этот элемент достаточно простой но напомню основной момент сначала глазами находим мишень затем только переносим пистолет в случае широкого переноса сначала поворачивается голова затем корпус оружия в противном случае будет постоянно или перенос оружия или недонос со временем этот элемент будет как единое целое глаза только нашли новую мишень руки с пистолетом уже подходят к ней для более удобного выполнения широкого переноса можно понизить центр тяжести согнув немного колени и расставив чуть шире ноги четвертое перезарядка как говорил мистер графил fast flow fast то есть быстро медленно быстро что это значит это значит быстрое нажатие на кнопку сброса магазина извлечение из подсумка нового магазина и поднесение к рукоятке пистолетом далее замедление перед входом в рукоятку и как только магазин вошел примерно на один сантиметр быстро вгоняем магазин до конца и немедленно выводим пистолет на линию глаз мишень выбрав свободный ход конечно перезарядка должна быть быстрая но не стоит этим убиваться до фанатизма реально вы сможете что-то выиграть за счет быстрой перезарядки только в дуэльной стрельбе на упражнении практически всегда у вас должна быть перезарядка при перемещении из позиции в позицию и отсюда идет следующее упражнение 5 перезарядка в движении этому элементу обычно уделяется очень мало времени я регулярно вижу как стрелки супер резко делают перезарядку в зоне безопасности на одном месте магазин за магазином круто несомненно но также регулярно вижу на матчах как стрелки запаривают перезарядку при перемещении так вот по моему мнению именно это нужно отрабатывать в большей мере подробнее об этом элементе читайте в статье шестое положение оружия номер два и три устранение задержек это также чисто технический навык и его нужно также отрабатывать в холостую все то же самое сначала технически правильно потом на скорость способ досылания патронов патронник сугубо индивидуальный в книге крючина их четыре штуки но 95 процентов стрелков делают это всем известным спортивным способом в некоторых ситуациях можно использовать тактически держать за заднюю часть затвора при этом запрещено закрывать окно выброса гильзы потому что это может привести к задержке и в случае случайного преждевременного накола капсуле детонация патрона приведет травме руки далее перемещение здесь можно выделить несколько базовых моментов которые необходимо отработать и они очевидны более подробно читайте об этом в моей статье я лишь озвучу главные моменты первое это безопасность это первое о чем вы должны думать при любом перемещении оружие строго в сторону мишени в рамках угла безопасности палец вне спусковой скобы никакая скорость вам не поможет если вам влепить дикю за небезопасное обращение с оружием это особо опасно на упражнение где есть перемещение вперед-назад и специфический угол безопасности второе старт с позиции третье перемещение 4 вход в позицию 5 стрельба в движении 6 перемещение и стрельба из неудобных позиций подробнее об этом читайте в статье подводя итог еще раз напомню но упражнение в конце любых перемещений мы производим стрельбу а значит у нас всегда есть элементное ведение оружия и прицеливания поэтому всегда на холостой тренировке в конце технического действия нужно правильно прицелиться то есть выбрать свободный ход крючка и совместить мушку прорези целиком в альфе или в железе всегда многие просто направляют пистолет куда-то туда лишь бы это выглядело быстро и щелкают и потом с реальными патронами удивляется почему не попадают или делают все медленно запомните вам нужно отработать прицеливание и это будет гарантия точного выстрела если вы конечно не дергаете спуск увидеть ровную мушку в целики важнее любого перемещения или супер быстро перезарядки потому что наша главная цель лупить все в альфу и ронять железо с первого раза и это нужно тоже тренировать холостую потому что это экономит патроны на этом пожалуй все не забывайте что любая тренировка это творческий процесс и к ней нужно подходить вариативно я описал лишь свой опыт и рекомендации